Думаешь бизнес это не для тебя? Слишком сложно? Скажи стоп своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы отправляемся в Гомельский район, чтобы познакомиться с Ольгой Бахметовой. Юрист с 20-летним стажем. Однажды она решила кардинальным образом изменить свою жизнь и начала печь хлеб. Что из этого вышло, узнаем из первых уст. Я Ольга Бахметова. Я пеку хлеб на закваске. Еще пару лет назад я не думала вообще, что это станет чем-то для меня главным и каким-то видом заработка. Я работала юристом практически 20 лет. Но сложилось так, что произошла трансформация личности. И выпечка хлеба привела меня совсем в другую жизнь, к другим людям. И раскрывает меня до сих пор. И дает мне возможности. Я хотела бы, конечно, поделиться тем, что это возможно не только со мной, а это возможности у каждого. У каждого найти свое дело, получать доход от него, ну и развиваться. Все начиналось достаточно просто. Мы покупали хлеб в магазине. И в определенный момент мы поняли, что вкус нам совсем не нравится. Потому что на вторые сутки хлеб невкусный. Но, естественно, если что-то не нравится, это надо менять. И возможности всегда появляются. Пришла подруга, принесла закваску, рецепт. Стакан того, стакан того, и будет замечательный хлеб. В принципе, все получалось. Но результат был нестабильным. Муж, глядя на мои старания, решил как-то помочь. Посмотрел в интернете и нашел международную онлайн-школу хлеба на закваске Корнышевых. Я пошла туда учиться. Я купила минимальный курс. Это было немножко проблематично, потому что находилась в декретном, плюс кредитная история. Но решение принято, движение есть. Через месяц наша семья уже не ходила в магазин за хлебом. Мы кушали вкусный домашний и получали от этого удовольствие. История на этом не остановилась. Ну, как бы хотелось испечь еще другие сорта разные. Но они были в более полном курсе, который был для меня дорого. Но получилось так, что Корнышевы начали проводить всякие конкурсы, просить видеоотзывы. Я все это добросовестно сделала. Накопила кучу бонусов. За эти бонусы я смогла приобрести себе полный курс обучения. В жизни начали приходить очень много людей интересных. Когда люди узнавали, например, что я пеку хлеб, то пригласили провести мастер-класс. Я провела мастер-класс, рассказала про хлеб с большим воодушевлением. Появились первые покупатели, которые стали покупать хлеб. Захотелось развиваться дальше. Я начала узнавать, кто же все-таки еще занимается этим. Сказали, что в Минске есть такая Тамара Башко, которая из бухгалтера стала пекарем, проводит мастер-класс. Я ее пригласила к себе. Мы провели мастер-класс здесь дома на моей площадке. У нее же я купила книгу Джеффри Феймельмана, которую узнала в школе. Книга называется «Хлеб». И она как бы считается такая библией хлебопеков, потому что содержит описание технологий, рецепты как для производства, так и для домашнего хлебопечения. Я купила эту книгу, была очень рада, ее читала и думала, какой же замечательный человек. Все этот большой труд написал и помогает хлебопекам. Как жалко, что я не могу с ним встретиться, прийти на его мастер-класс. И мое удивление было крайне большое, когда я узнала, что он приезжает в Питер и можно приехать на мастер-класс. Но условия участия мне немножко огорчили, потому что, опять же, вся эта финансовая составляющая, 800 долларов за три дня, для меня это неподъемные деньги были. Но я не отчаивалась, потому что у меня была книга, и я, если не попадаю на мастер-класс, то автограф обязательно я могу взять. В общем, собираюсь в путь и еду к Хамельману. На мастер-класс не пускают, потому что он проходил на закрытом производстве. Хамельман вышел, это была такая февричная встреча. Он мне подписал и был крайне удивлен, потому что я с Беларуси приехала в Питер только за автографом. Встреча была буквально пять минут, не больше, и я уехала. Буквально через пять минут мне был звонок о том, что Джеффри переживает, что не угостил хлебом, который они пекли на мастер-классе. И просит, чтобы я вернулась и взяла этот хлеб. Но мне нужно было на вокзал, поэтому я не смогла вернуться за хлебом. И тогда он организаторам сказал, что если я вернусь еще раз на мастер-класс, включите в список одну из первых. Это был сентябрь 2018 года. В марте 2019 Джеффри возвращается, и я получаю это приглашение на участие в мастер-классе. Но опять же, те же условия финансовые подводят к тому, что я отказываюсь. Но когда Джеффри узнал, что у меня нет возможности, он мне делает предложение, от которого трудно отказаться, он приглашает меня участвовать бесплатно. Это была история, как «Золушка едет на бал». Ты собираешь то, что там у тебя есть, и едешь, и проводишь три незабываемых дня в кругу профессионалов. Там было 14 человек, и Джеффри. Когда мы три дня пекли, мы приходили к восьми, и уходили там часов в шесть. То есть вот целый день вот этого процесса и участия. Женщина купила у меня, была первая покупательница. Она мне дала веру в себя, что я действительно могу. И появились следующие покупатели. Первый хлеб это был ржанно-пшеничный и бородинский. Покупатели у меня разделяются на те, кто бородинский, черный хлеб, и те, кто покупает пшеничный. То есть вот белый, черный, иньян. А второй рецепт, который тоже вот на сегодняшний день, это популярный. Это хлеб от 3 семечки. Это хлеб рецепта Джеффри Хамельмана. Хлеб на закваске не может стоить дешево, потому что закваска – это живой организм, с которым ты следишь, ты смотришь, чтобы ему было хорошо, тепло и как бы не голодно. Все этапы, по большому счету, несложные. И каждый может печь. Вот о чем я говорю, то есть каждый может печь, если дорого вам покупать хлеб, можно научиться печь самому. Но это время, это труд. У меня каждая буханка, когда я пеку, я, начиная с составления плана выпечки, обзванивая там своих клиентов, и когда я пеку, я фактически думаю о каждом. То есть вот у меня идет вот этот ржаной хлеб, это вот там, например, для Ирины с Андреем. Вот они любят то-то, поэтому они заказывают там простой хлеб ржаной и там белый. Татьяна Ивановна, для нее там важен вот пшеничный хлеб. Вот лично для меня это, каждая буханка – это история. Я переживаю потом, когда я отдаю, то есть когда упаковываю, я тоже думаю, я вижу вот эту эмоцию. Это кусочек пекаря в каждой буханке. Его души, его вот труда – это не механическая работа. Тема выпечки хлеба на натуральной закваске становится все более популярной. Если она отозвалась и у вас в душе, и вы хотите попробовать печь хлеб не только для себя, то следующая информация наверняка будет для вас полезной. Актуальный комментарий из налоговой инспекции. Физические лица могут осуществлять деятельность по изготовлению и реализации хлебобулочных изделий, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. При этом до начала осуществления деятельности они должны обратиться в налоговую инспекцию с письменным уведомлением, в котором указывается выбранный вид деятельности, период, а также место ее осуществления. До дня начала осуществления деятельности необходимо уплатить единый налог. Ставка единого налога для города Гомеля установлена в размере 20 рублей. Если деятельность осуществляется не более 14 дней в месяц, то единый налог уплачивается по ставке, уменьшенной в два раза. Для некоторых категорий плательщиков установлена также льгота. Этой льготой могут воспользоваться, например, пенсионеры по возрасту, инвалиды, родители в многодетных семьях. В данном случае ставка налога уменьшается на 20%. В случае, если налоговым органам будет установлен факт реализации хлебобулочных изделий без уплаты единого налога, то физическое лицо обяжут уплатить этот налог по действующей ставке. Если же такое нарушение будет выявлено повторно, то единый налог нужно будет уплатить в пятикратном размере. Физические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и реализации хлебобулочных изделий, не могут привлекать к своей деятельности наемных работников по трудовым либо гражданско-правовым договорам. В том случае, если для деятельности есть необходимость привлечь наемного работника, нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Пеку сама, продаю хлеб, люди узнают, просят мастер-класс. Я узнаю о том, что есть школа социального предпринимательства, в которую можно прийти со своим проектом и реализовать его. Тебе помогают не просто сделать бизнес, а сделать бизнес со смыслом, с пользой для какого-то круга людей. Я еще тогда работала юристом, я понимаю, что я в школу не попадаю, но мне обязательно нужно быть там. И в 2019 году школа объявляет второй набор. В школу я пошла с проектом по финансовой грамотности. Но я не финансист, я юрист. Поэтому, естественно, мне какие-то вещи нужно было изучать. Пришлось там много марафонов, много книг по мышлению, как зарабатывать. И в итоге я поняла, что не будучи финансистом, я не могу прийти с финансовой программой. Но я очень люблю игру. Играть в разные игры. В игре человек проще открывается и какие-то ситуации жизненные проживает, не боится рисковать так, как в жизни. И поэтому мой проект, название ему Feeling Good, я чувствую себя прекрасно, через игру получить финансовую грамотность. То есть хлеб и финансы, они для меня на сегодняшний день как бы вот связались. И, наверное, это будет какой-то новый проект, который будет называться «Хлебо и зрелищ», который будет объединять знания о том, что можно заработать своими руками. Главное, чтобы у тебя это, твое дело отзывалось. Потому что если отзывается дело в душе, заработать 100% можно. Вот тем, кто сомневается и думает, возможно его дело, невозможно его дело, не скажу, наверное, каких-то новых истин. И многие об этом говорят, что лучше попробовать. Лучше попробовать и понять, что не получится. Но если возникает желание, то однозначно это надо делать. Как правило, возникает сомнение на первом этапе, наверное, у многих, что я же не профи. И те, кто печет хлеб, например, собрать мою историю, их огромное множество, они пекут гораздо лучше меня. Я это тоже знаю. Но у Натальи Грейс есть замечательное стихотворение «Не смейте обесценивать себя». Не смейте обесценивать себя, как антикварщик скрипку страдивали. Ведь если вы не очень, то тебя творил тот Бог, который сам бездарен. Бог не может быть бездарен. Он сотворил вас таким замечательным, ценным, прекрасным. И вы обязаны просто реализовать вот эту вот свою жемчужину, достать ее и отпустить мир. Может быть, не пойдет то дело, которое вы хотели бы делать сначала. Но вы однозначно придете туда, где ваше сердце, где материальные возможности накроют вас изобилием. Другого не происходит. Я перечитала огромное множество книжек разных, пересмотрела судеб. И я пришла к выводу, что история у всех одинаковая. Они все начинают с ничего, с одного просто вот маленького шага. Но они приходят к своему делу, если действительно не сдаются, верят в том, что это так. И получают от этого удовольствие. И не только духовное, но и материальное. Это правило. Сегодняшняя хлебная история от Ольги Бахметовой оказалась рассказом о том, как занятие любимым делом позитивно влияет на жизненные обстоятельства, приносит прибыль и судьбоносные встречи. Главное – определиться с тем, что же вам действительно по душе. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.